приветствую вас народ с вами варчик вчера подписалось более двухсот человек спасибо огромное вы просто молодцы с такими темпами 19к мы быстро пробьем но в этом видео поговорим с вами про третий лот на аукционе 2023 года и третьим лотом у нас будет марс как я уже говорил в прошлых видео марса будут скорее всего продавать за свободку или за голду время покажет за что именно многие из вас принципе хотели его за голду купить но я думаю что голду можно будет перевести в свободку на крайний случай если прям уж сильно не втерпешь но вот если не распределенного свободного опыта нету то тогда некуда будет переводить это конечно печально первый лот на ру регионе уже разобрали минимальная ставка была 30 миллионов серебра 30 миллионов серебра за царя обезьян 10 тысяч танков у нас разобрали это конечно невероятно это очень дорого я минимальную ставку поставил буквально через час уже понял что она не сыграет поскольку люди очень быстро и много и наставляют своих ставок поэтому я ее снял и даже не принимал участие поскольку мне пришлось бы все свое серебро отдать ради этого одного танка и я бы сидел с голой жопой у меня 121b есть я играю на гк я получу 3d стиль на 121b зачем мне еще этот танк я честно говоря не знаю при том что у меня нету лишних ресурсов чтобы его брать начали на расслабоне если бы у меня было бы там 100 или 200 лямов серебра мне некуда было бы их тратить я бы тогда купил да но не надо называть танкистов странными что за такие огромные суммы они покупают просто дубликат танка со стилем есть огромное количество людей у которых все прокачано у них все есть серебро копится его некуда девать если бы вы были на их месте вы бы тоже на это все посмотрели таки а какой-то там за 30 лямов вот у меня 300 чем не с ними делать в банках солить или что на хлеб намазывать но есть люди которые через силу покупают продают там танки 10 уровня или чуть ли там не весь ангар продают чтоб танк получить таких людей конечно я не понимаю итак первый лот король обезьян разобрали с этим разобрались второй лот у нас будет к 2 вчера я полный подробный обзор на него сделал вчера можно было в видосике понять насколько этот танк плохо или хорош если не видели можете посмотреть что сегодня будет у нас на аукционе а вот завтра третьим лотом у нас будет марс это тоже дубликат прям танка 8 уровня прожито m46 просто у него будет неснимаемый 3d стиль у него будет там такой плащ накидка гребень щиты по бокам в общем полноценный марс такой вот бог войны спартанец сам по себе прям танк хороший по-прежнему хоть и очень старый уже это хорошая достойная стэшка она хорошо фармит она не является слабой она вполне себе бодрая но у меня допустим есть прожито и прям слишком сильно я этот танк не хочу если это танк чтобы получить мне придется опять же весь свой ангар вычистить я такое делать не буду но скорее всего на аукционе он будет либо за свободку либо за голду в принципе как многие из вас и хотели купить этот танчик за голду так в принципе по ходу и получится есть еще люди у которых нету прожито и они хотят взять марс но если марс будет за свободку и вас ее много то это прямо идеальный случай ну и либо же у вас после новогодних коробок до сих пор кучи голды танк в целом я одобряю он прикольный он из-под тяжка может ворваться где-то пораздавать свои барабанчики и по кемперить может по карте быстро ездит у него все хорошо единственно что у него нет брони но этот танк играется по крысе как вы видите на фоне бой еще один представитель крыс бураск и в целом что хочется сказать про реплей который я использую в видео вчера на фоне был бой где игрок играл на чифтейне и некоторые из вас заметили что он взял танк на автоприцел хотя контура врага не было и прицел не попал на врага это не из-за того что игрок читер это из-за того что у игрока игравшего тот бой и у меня записывающего из реплея видос разный фов в настройках то есть у меня и у него различаются настройки игры из-за этого прицел в аркаде немножко смещен я не могу под каждого игрока который играл в реплее перед записью сидеть настраивать фол поскольку я даже не знаю в какую сторону там угадывать и это займет очень много времени но это не означает что игрок читер просто у нас разные настройки игры также некоторые зрители говорят мне почему я свои реплеи не использовала для записи видео я попросту не успеваю это делать поскольку с 14 мск по 22 мск на глобальной карте я играю и вант который сейчас проходит и закончится 27 февраля я буквально большую часть дня сижу играют эти бои на гк ни времени ни сил вообще нет ни на что я вообще уже вот за несколько дней чувствую себя как зомби играть гк на самом деле тяжеловато но я стараюсь для вас записывать видосы успевать все делать вовремя поэтому приходится записывать бои не свои а чьи-то так с первыми тремя лотами разобрались 4 лот у нас будет т-54 хэви американский тяжелый прям танк 9 уровня скорее всего этот танк будет на четвертом лоте а 5 лот пока неизвестно про 4 лот мы подробнее поговорим когда уже будет окончательно понятно что будет именно он но вы можете в комментариях написать как вам пока что аукцион как он проходит как вам это замечательное мероприятие все ли в нем ок или не ок там некоторые люди мечтают о каких-то золотых ваффентрагерах по-прежнему мне кажется им пора проснуться какие золотые ваффентрагеры расслабьтесь я вот думаю как бы не был пятым лотом какой-то старый всратый танк который уже несколько раз был на аукционе поскольку это будет совсем неинтересно надеюсь хотя бы с одним лотом они удивят и он будет прям четкий а на этом у меня все с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока а а